Как страх, страх, он бывает сковывает и сковывает человека, и от этого сутится кость человека, и не может идти, и порой спотыкается, и не понимает, как идти, потому что страх, он как туман, сотмивает взор человека, и человек не может продвигаться вперед. И это есть самое сильное оружие, которое выпустил враг для народа моего. И народ забыл, что есть Бог везесущий, что есть Бог всемогущий, для которого нет ничего невозможного. Но верные и те, которые слышали всегда мой зов, и те, которые всегда знали мой голос, и те, которые имели беседы со мной, эти теплые беседы любви, которых я научил их. Когда они взывали, я приходил, и они слышали, я отвечал, и они укреплялись, и они утверждались, в этой благодати они не усомнятся. И я говорю тебе, народ мой, я есть Бог великий от начала до конца, я не оставляю свой народ на полпути. Если я что-то допускаю, я предупреждаю, и я не оставляю все равно, ибо мне сейчас нужно просмотреть, кто есть верный, а кто есть так, который как бы налегке идет и думает, что пройдет. Нет, не пройдет, народ мой. Ибо нужно велико-велико сейчас унизиться, смириться, велико под крепкую руку мою, и понимать, что я есть Бог живой. Я и Бог живых, который взял за руку каждого. Ибо каждый пред взором моим, пред отчаянами моим и всем, оно не сокрыто, не спрятано. И я знаю каждого, я просматриваю, и как по-разному и по-разному сейчас народ ведет себя. Один боится, другой молится, один радуется, другой плачет от страха. Почему? Разве я оставил тебя без хлеба, народ мой? Разве я сделал что-то тебе плохое? Нет. Ибо я смотрю, что ты будешь делать. Или ты убоишься, или ты поднимешь взор к небезам. Поднимешь руки славы, руки хвалы, и скажешь, Господь, сила моя. И скажешь, Господь, крепость моя. И скажешь, Господь, надежда моя, которая никогда не послышает никакой ситуации. Ибо я веду церковь свою, и ты есть тело мое, и я есть твой горшечник, и я есть твой путеводитель. И разве ты можешь заблудиться? Потому что свет Духа Святого, он тебя будет озарять и озарять. Если ты будешь искать этого света, если ты будешь искать этой близости, если ты углубишься в истину мою еще более, то истина моя сделает тебя свободной, и ты будешь идти, и ничто не будет тебя пугать, и ничто не будет тебя смущать. Ибо это просто капли, которые я допустил, просто капли. Но настанет тогда время, когда надо будет остаться, когда будет бури, когда будут штормы, когда будут тучи черные, когда будет затлеваться все, и кажется, нет просвета. Но такого не бывает. Свет Духа Святого, он от начала до конца, будет озарять твою тропу, будет озарять твой разум, будет обновлять твой ум, ума, твой дух ума. И будет помогать тебе в действовании по этой земле. Без меня не пройдешь. Поэтому я излил благодать. Потому я излил силу Духа Святого. Как помощь для тебя, который научит, который укажет о грехе, который скажет, когда и где что сделать. Где остановиться, а где идти. А где, может быть, просто молчать. А где, может быть, просто говорить. И все-то даст тебе Дух Святой. Доверься, народ, мне особо. В это последнее время доверься, стучи, чтобы я открыл эту дверь. Чтобы я открыл твои уши духовные, твои глаза духовные. Чтобы ты научился видеть и слышать. Чтобы голос мой звучал громко, четко. Хотя я прихожу в тихом веянии ветра. Но когда я буду говорить, оно будет звучать на внутреннем твоем человеке. Четко и ясно. И ты будешь понимать. И не заблудишься. Потому что я своей сильной рукой взял тебя за руку. Я веду. И никто не восхитит с руки моей. Аминь.